Доброго дня всем инвесторам, особенно тем, чьи активы были заблокированы в результате санкций в 2022-2023 году. Сегодня я покажу свой портфель заблокированных активов, то есть то, что у меня сейчас есть на балансе, но не торгуется. И я, как и многие инвесторы российские, оказался заложником вот этой ситуации геополитической, когда активы иностранных, значит, не резидентов заблокированы в России, а российские инвесторы, наоборот, заблокированы в Бельгии или в США. Давайте поговорим сначала про типы блокировок, да, S&P на максимальных значениях. Тут все по красоте, почему сейчас именно я разговариваю об этом, потому что хотелось бы все-таки что-то продать. Но прежде чем мы начнем, да, какие есть типы блокировок у нас? Есть СПБ биржа, есть СПБ банк, есть национальный расчет депозитарий и есть брокеры. И вот начиная с начала СВО в 2022 году, многие, значит, боялись этих блокировок, да. Я на 80% вышел из иностранных бумаг в течение 2022-2023 года, но 20% оставил. И у нас случилось следующее. Сначала ввели санкции на брокеров, и, соответственно, активы, которые через определенных брокеров торговались, они остались заблокированы. Брокеры стали переводить эти активы другим брокерам. Затем других брокеров также блокировали, да, то есть в черный список США добавляли. Также с 22, с 24, получается, марта 2022 года Евроклир, который осуществлял расчет, значит, зарубежных активов, тоже приостановил свое действие. То есть приостановил взаимодействие с НРД, где торговались и учитывались американские бумаги в России. Таким образом, у нас сначала отвалился депозитарий Clearstream, затем брокеры стали попадать под санкции, затем сам НРД попал под санкции, затем другие депозитарии, которые использовала СПБ биржа, начали попадать под санкции. В конечном итоге полностью парализовалась торговля иностранными активами в 2023 году, в конце, в ноябре, когда СПБ банк, депозитарий СПБ биржи и сама биржа попали под блокирующие санкции США. И таким образом, у нас различные акции заблокированы в различных местах. Есть еще и фонды FINEX, которые зарегистрированы в Ирландии. Сначала их заблокировали со стороны Евросоюза, затем их заблокировали в России. И получается, им надо двойную разблокировку пройти, чтобы все эти активы начали торговаться. Мы имеем достаточно непростую ситуацию по этим всем бумагам, потому что еще непонятно, когда это все завершится, еще непонятно, как это все будет разрешено. Но я считаю, что здесь надо просто дождаться, пока геополитика немножечко отойдет на второй план, когда это будет, возможно, не скоро, может быть, даже не ближайшие 5-7 лет. Но рано или поздно отношения наладятся. Я не думаю, что все поссорились навсегда на всю жизнь. То есть, у Америки с Японией тоже была война. В конечном итоге они являются одними из лучших союзников. Поэтому рано или поздно все разблокируется. И здесь, я считаю, все будет зависеть от геополитики. Наша задача сегодня, в принципе, понять, что делать с заблокированными активами. Как они выросли, сейчас посмотрим. Что-то, возможно, упало. Ну и что буду делать я. Значит, у меня на Тинькофф-брокере все заблокировалось в момент, когда на СПБ биржу ввели санкции. Соответственно, здесь есть и запрещенная, признанная экстремистской мета, которая очень хорошо выросла в цене. Здесь есть и микростратеджи, которая тоже у меня в портфеле лежит. И сейчас я ее покупал по 257 долларов. Тут даже вот видно. Сейчас микростратеджи стоят гораздо дороже. Но давайте про стоимость активов чуть попозже поговорим. Сейчас что я думаю. Частично, я думаю, что будет разблокироваться с помощью подачи заявок в Бельгии, в Европе. То, что там заблокировано. Отчасти будут сниматься санкции со стороны Евросоюза. Затем, я думаю, Clearstream восстановит расчет с НРД. Часть акций мы получим таким образом. Ну и в конечном итоге все будет разблокировано, скорее всего, когда закончится геополитический конфликт. Он будет, скорее всего, долго идти. Поэтому нам с вами суждено быть долгосрочными инвесторами. Именно поэтому Уоррен Баффет говорил следующее, что инвестируйте только в те компании, которые вы готовы держать всю жизнь. И большая часть этих бумаг, которые здесь представлены, действительно я готов держать долгие годы. Не планировал их продавать. Поэтому, собственно, и остался в них сидеть даже под угрозой санкций. Итак, давайте начнем по порядку. Первая компания – это Alibaba. Держу я достаточно большую долю портфеля. На момент, когда я покупал, то есть когда я докупал, это было 4% от портфеля. Кстати, что касается бумаг китайских, здесь не все так хорошо. Здесь нельзя похвастаться тем, что они там выросли как-то. То есть Alibaba вот ее покупал по 75%, так она у меня по 75% и осталась в портфеле. И тут, кстати, важно понимать, что все заблокированные бумаги, вот многие думают, что они потеряли в инвестициях, все заблокированные бумаги, они сейчас неправильно рассчитываются. То есть брокер зачастую не обновляет данные. То есть мы видим, например, что определенные акции стоят там какую-то сумму, либо эта сумма на момент блокировки, то есть на момент санкций, либо на момент покупки вашей этой бумаги. Ну вот у меня с Alibaba так получилось, что я ее покупал по этим значениям, потом она вырастала, потом снова упала, ее заблокировали. Поэтому около текущих значений. Что касается перспектив, многие из этих бумаг, которые лежат в портфеле, они, скорее всего, будут существовать и вырастут в цене. Но некоторые, как и там положено, рискованные особенно инвестиции, они либо будут банкротиться с учетом текущей ситуации в США, либо там исчезнут с бирж. Это тоже нормально. Нам самое главное – это сбалансированный портфель, который в общей своей массе покажет прирост капитала. И это будет возможно за счет парочки компаний. Парочка компаний вырастет на десятки процентов, парочка обанкротится. Это нормально. Следующая компания – Alterix. В принципе, я думаю, точно так же мое мнение не изменилось. Облачные технологии, облачные вычисления, они будут в массе своей преобладать. То есть будут достаточно неплохо себя чувствовать на промежутке ближайших 10 лет точно. Ну, вот Alterix я покупал что-то по 50, по 70 долларов. И здесь так и не случилось роста. На американском рынке рост всего индекса обеспечен за счет нескольких компаний, IT-компаний. Поэтому тут пока что сидим. Ну, сидим, как сидели, так и сидим. Кстати, вот пройдемся по всем этим активам. Вы можете принять какое-то решение, основываясь на мой анализ. Ну, это, конечно, не является институционной рекомендацией. Я здесь делюсь своим мнением, что бы я сейчас сделал с этими активами, если бы они не были в блоке. Дальше компания Baidu. Крупнейший тоже IT-гигант в Китае. Вообще, кстати, у нас есть заблокированные акции США, а есть заблокированные акции Китая. Что, кстати, удивительно, потому что СПБ-биржа должна была перестраховаться как-то, да. Но они тоже у нас прекратили расчет китайских бумаг. Так, я бы, на самом деле, докупил. Я сейчас вообще настроен на то, чтобы докупать китайские бумаги. Ближайшие, я думаю, 5 лет, пока США будут на максимумах находятся сейчас, да, и потом будут потихонечку снижаться. Китай будет, я думаю, наращивать капитализацию по многим бумагам. И хочется этим воспользоваться. Поэтому я бы, наверное, долю бы увеличил. Ну, пока какая есть доля, да. У меня там она была около 1-2% в портфеле, когда я это делал. Кстати, видите, да, тут и на американской бирже куплено, да, заблокировано через США, через СПБ-биржу. И в гонконгских долларах я тоже покупал. Тут тоже есть определенный блок уже касаемо СПБ-банка, который попал под санкции. Так, ну, Банков Америка даже не вижу смысла смотреть. Крупнейший банк США, с ним точно будет все в порядке. Барик Голд. Я покупал золотодобывающую компанию в надежде на то, что, значит, золото вырастет. И, не помню, какой тикер у Барик Голд. А, ну да, Голд так и есть. То есть, вот золотодобывающие компании очень сильно отстали от динамики цены на золото. То есть, посмотрите, где золото. И посмотрите, где Барик Голд находится. У которого тикер такой же. Ну, давайте мы введем Барик, чтобы долго не искать. Вот, я считаю, что эту компанию тоже можно докупать. Тут далеко еще не отыграна цена. По-хорошему выйти в район 50 долларов вообще по этой бумаге. Поэтому тут, ну, как бы, я бы дальше держал бы, просто и докупал. Так, Beyond Meat. Компания хайповая. Взял немножечко, да, буквально там на 500 долларов. И мы видим, что здесь убыток минус 90%. Вот, когда мы берем такие истории, очень рискованные, у Beyond Meat была вообще идея в том, что они заменят натуральное мясо искусственным. Вот, ну, видим, что эта история обречена на провал. Хотя, хотя, может быть, в любой момент, видите, что от минимума своих компаний все равно процентов 300 могла делать в предыдущие периоды. Если мы возьмем от текущих значений, 300% у нас потенциал, ну, до 20 долларов. То есть, здесь, скорее всего, банкрот Beyond Meat. Поэтому просто я бы, наверное, не трогал позицию. Как бы 47 долларов фиксировать нет смысла. Компания Блок и SQ, у нее тикер, брал вот прям непосредственно перед блокировкой акции, устремились куда-то в космос. И, скорее всего, дальше будут также лететь в космос. Компания интересная, они занимаются терминалами, плюс связаны с криптой. У нас основатель Блок это бывший SEO Twitter, вроде как, я не ошибаюсь. Ну, и, соответственно, здесь мы и видим рост. Даже с 100 долларов, да, на 100 долларов я покупал примерно, вот, мы видим здесь рост на 83%. То есть, видите, что-то стреляет на 80%, что-то обанкротится. Дальше, Corsair Gaming, достаточно приличная доля была у меня в этой компании. Кстати, удивительно, что по фундаменталу она достаточно неплохая, но акции все-таки упали. Corsair Gaming сейчас стоит 12 долларов. То есть, я покупал гораздо выше, я покупал порядка 20 долларов. Начинал покупки с 30, докупал на 17. Вот, средний у меня около 23 долларов вход. И у компании, на самом деле, все неплохо. Да, то есть, там и продажи хорошие были, и у них маржа неплохая. Но мы видим, что акции не реагируют пока что. Ну, видимо, просто пока что нет хайпа вокруг этой отрасли. У нас немножечко вообще гейминг отошел на второй план. Хотя, казалось бы, да, сейчас игровая индустрия развивается просто нереальными темпами. И я, в принципе, продолжил бы держать эту бумагу. Тут, в принципе, убыток не такой большой, 36%. И при 2-3% портфеля это небольшой убыток. Вот, поэтому мы идем дальше. Ну, Люганзе была заблокирована еще в 22-м году, когда только началась вся эта история. Причем у меня Люганзе есть как заблокирована прямо в блоке-в-блоке, да, в Евроклире лежит, так и заблокирована через биржу. Она у меня здесь высвечивается как... Кстати, давно не смотрел, даже уже не помню, какой тикер. Люганзе. Девучи Люганзе. Как она там пишется? Деутче. Деутче. Да, я, наверное, ее просто не смогу найти. Ух уж эти немецкие названия. Может, я просто сделаю вот так. Держу. Продолжаю. В принципе, восстановились у нас котировки. Ну, вот она. ЛХА у нее было. 684. Ну, да, она у нас получается. Это 684 евро торгуется. Ну, вот. Несмотря на то, что, значит, перевозчики восстановились, Люганзе пока что, ну, видите, на дне валяется. В целом мы видели уже выход, то есть, видите, когда акции заблокированы, тяжело из них выйти. Было в моменте и плюс 100%, было в моменте от текущих моих, ну, от текущих значений плюс 67%. Перевозчики, они часто очень движутся такими движениями достаточно волатильными, да. То есть, мы видим здесь и падение в моменте на 60%. Думаю, когда разблокируется, опять все улетит наверх. Потому что компания, в принципе, одна из самых, наверное, знаменитых в Европе. И не думаю, что ей дадут просто так утонуть. Не помню, какой у меня был вход, если честно, по ней. Но не сильно дорого я ее покупал. Думаю, около текущих значений как раз-таки. Идем дальше. Digital Turbine. Ну, тут очень маленькое значение, да, тоже на 500 долларов я покупал. Странно, что Digital Turbine ушла вниз. То есть, 3 доллара. Тут, скорее всего, банкрот, да. Хотя у компании тоже интересный бизнес. Я думаю, вопрос лишь о высоких ставках ФРС. Потому что есть риск банкротства. Но, по большому счету, без Digital Turbine будет сложно работать различным интернет-компаниям, интернет-гигантам, которые используют Digital Turbine в том числе. Они, по-моему, занимаются мобильными приложениями, рекламкой. Ну, собственно, инвестировали, не пошло, да. То есть, эту инвестицию можно списывать. Следующая бумага, на которую я делал достаточно большой расчет. Вот, кстати, она у меня, по-моему, даже... А, ну нет, она у меня только на АСПБ бирже заблокирована. Dinau. Это у нас нефтяночка, как я и говорил, буровые растворы. Как я и говорил, что у нас нефтяной сектор в целом будет себя чувствовать достаточно неплохо в ближайшие десятилетия. Поэтому по этой бумаге цель у меня 20 долларов. Вот, первая цель это 15-16 долларов, вторая 20. Ну, пока все заблокировано, как бы продолжим в ней сидеть. Вообще, если мы посмотрим на предыдущие периоды, даже на, там, 17-й год, то здесь цена находилась до 23 долларов. А учитывая, что цена на нефть выросла с тех пор, и достаточно долго Dinau у нас находится на низких значениях, здесь есть смысл еще посидеть в бумаге. Поэтому продолжаем держать. Тут у нас прибыль получилась 51% или 600 долларов. Farfetch еще одна, ведь у нас одна бумага обанкротится, другая бумага выстреливает, и везде плюс-минус 70%. Ну, вот такие истории я выбирал, а дальше будут более надежные истории, да. Farfetch тоже платформу не оценили. Платформа, по сути, не может обанкротиться, но она не соответствовала условиям листинга на бирже. Поэтому здесь вот на OTC, уже на внебиржевом рынке, она уже торгуется меньше доллара, к сожалению. Но я по Farfetch рассчитывал, конечно, увидеть еще рост, но инвестиция оказалась неудачной, поэтому я просто Farfetch не трогаю. И, ну, ее здесь, скорее всего, будет, видите, 1 доллар, последняя цена на бирже. По факту она банкрот, то есть здесь минус 800 долларов получилось по этой бумаге. Далее, кстати, что интересно, заблокировались те бумаги, которые я не продал, которые я держал в убытках, поэтому здесь достаточно много таких убыточных историй, потому что прибыльные я уже подфиксировал перед тем, как, собственно, все заблокировалось. Далее идем. Great Wall Motor, ну, это бумажка, я уже про нее рассказывал. Great. Производитель автомобилей Great Wall Motor в Китае. Вы можете знать ее как производителя автомобилей Haval. Haval, как правильно называть, да? Ну, и тут, конечно, потенциал очень большой. Я считаю, что компания недооценена, причем жестко недооценена. Если мы посмотрим на конкурента BYD, то здесь рост, видите, какой-то невероятный. Хотя Great Wall Motor тоже так же продает автомобили в РФ и, ну, по всему миру в том числе. Я даже в Таиланде видел автомобили Haval. Поэтому я считаю, что несправедливо, дешево торгуется Great Wall Motor. И просто продолжаю держать, даже если деньги вернутся. Ну, тут последняя цена была 9 гонконгских долларов. Так, давайте по более интересным. В принципе, тут еще много, очень много компаний. Видите, мы тут на 2 часа зависнем, если будем смотреть. Давайте без взгляда на график посмотрим на самые интересные идеи. Neumont я бы докупил. Кстати, вот Intel я бы продал, потому что по Intel потенциал исчерпан. То есть мы покупали там ниже 40 долларов. А сейчас, сколько, кстати, стоит сейчас Intel? У них недавно был такой дамп хороший. Ну, сейчас 44 доллара. В принципе, мы доходили практически до цели. Цель 55 долларов. Ну, покупали, вот видите, на пробой вот этого уровня 35. Вот, по Intel хороший восходящий тренд. Я думаю, он продолжится, но долго бы не сидел в Intel, потому что все-таки достаточно неповоротливая компания. Она уже большая и вряд ли вырастет сильнее. Neumont, золотодобыча крупнейший, я бы докупил, потому что, ну, уже говорил про Baric Gold, да, такая же ситуация, недооценка по фундаменталу. Accidental Petroleum купил прямо перед блокировкой, как на Финаме, так и на Тинькове. Но, к сожалению, вот на, значит, Тинькове все это дело заблочилось. Accidental Petroleum все никак не может пробить сопротивление. Но прогноз актуален. Я жду здесь порядка 110 долларов по Accidental Petroleum, поэтому все это дело еще отыграется. Так, тут, кстати, озончик затесался среди американских бумаг. Идем дальше. PayPal. Кстати, по PayPal тоже не совсем понятна ситуация, потому что компания крутая, занимается переводами, в том числе в крипте. Думаю, что в один момент мы здесь просто увидим вынос процентов, ну, на 40 точно. Актуальная, ну, оптимальная цена для PayPal – это около 90 долларов. Поэтому здесь продолжаем сидеть. Так, так, так. Snowflake, кстати, тоже, да. По Snowflake – это у нас дата, дата-центры, облачные вычисления, облачные хранилища. После роста, кстати, вот, видите, плохой отчет был у компании. В моменте показывало 67% прибыли, и затем просто компании ушатали на плохом отчете на минус 30%. Но ничего страшного, если бы у меня сейчас была возможность закупиться, я бы, наверное, докупил эту историю. Потому что здесь есть восходящий тренд, есть цена, которую мы хотим увидеть. Это около 350 долларов. Я думаю, что ближайшие там пятилетку мы вполне можем до сюда долететь. Snowflake пользуются крупнейшие компании Америки. Такие крутые компании, да, которые уже заключили долгосрочные контракты. Поэтому здесь вообще у меня сомнений и волнений по этому поводу нет. Southwestern Energy. Как вы знаете, сейчас Америка всю Европу под себя забрала и поставляет как жиженый газ, так и нефтяночку. И вот South Western одна из тех идей, которые я держал и продолжу держать, газовая компания. Вот сейчас цены на газ на минимальных отметках, а компания уже дает достаточно неплохой прирост. То есть я последнюю покупку совершал порядка 5 долларов 36%, но среднюю у меня порядка, наверное, 6. То есть я брал на пробой вот этой отметочки 6, да, и в целом сейчас позиция в плюсе. Ну, тут в принципе это и видно, да, плюс 450 долларов в целом. Вот Sunrun. Панелики пока что подождут, да, пока что есть дефицит нефти в мире, хоть и говорят про профицит, но пока что еще не уверен насчет солнечных панелей. Тем не менее, зеленая энергетика держим. Так, пошли бумаги, которые неверно отображаются в портфеле и которые также имеют огромный потенциал. Давайте начнем, наверное, с конца, с фондов. Я знаю, что многие покупали FINEX. И что сделал Тинькофф? Тинькофф позволил продать бумаги FINEX со скидкой 80%. Спрашивается, нахрена? Потому что, вот, например, акции китайских компаний у меня были куплены на 300 тысяч рублей, да. И мне получается, они упали в цене, во-первых, китайские компании. И я покупал не на самом максимуме, но тем не менее, за счет вот этой скидки, которую мне якобы дает Тинькофф, у меня позиция минус 80%. То есть, по факту, это размер скидки, которую мне дает Тинькофф. Но именно за счет этой скидки у меня образуется как будто бы убыток по портфелю. Поэтому многие, кто думает, что они пришли в инвестиции, получили там убыток в определенную сумму денег, эта сумма денег неправильно отображается за счет вот этих как раз-таки скидок от FINEX, от Тинькоффа, которые, кстати, делают очень хитро. Они сейчас на текущих значениях, когда все заблокировано и торгуется достаточно дешево, еще и сделали скидку 80%, позволяют продать. Но при этом сами покупают. То есть, банк Тинькофф готов выкупить заблокированные бумаги для того, чтобы в будущем продать их со скидкой. Именно так и работают корпорации, крупные компании, продуманные компании, которые заботятся о своей прибыли и выручке. Поэтому если бы у меня была возможность купить со скидкой 80% фонда FINEX, я бы, наверное, это сделал. Но, к сожалению, нам такой возможности частным инвесторам не предоставляет. Так, Disney, смотрите, у меня заблокировано по 30 долларов. Disney сейчас стоит порядка 110 долларов. И здесь тоже сумма должна быть в 3 раза больше. Не 90 долларов, а 270. Вот еще к расчету вашего портфеля еще добавляется плюс 180 долларов. И так вот по каждой позиции. Здесь по многим бумагам мы уже проходились. Вот он мой портфель. Кстати, смотрите, MicroStrategy по 257 покупали. Давайте посмотрим, сколько стоит MicroStrategy сейчас. А компания стоит 1400 долларов. 1400, мать его, долларов. То есть рост моей позиции с 275 составил 440% или в деньгах 1200 долларов. Так, то же самое касается по нефтяным бумажкам, по JP Morgan, которые торгуются гораздо дороже. Боинг, видите, у меня 6 штук Боинга по 58 долларов заблокировано. У Боинга, кстати, там проблемы были с этими их самолетами. Но, тем не менее, цена 192, 192, а у меня отображается по 58. Поэтому тут тоже неправильный расчет. Кока-кола по 24, Коинбейс, кстати, 52. Коинбейс, понятное дело, тоже стоит не 52 доллара, а 254. Вот такие вот истории, друзья. Поэтому вот BakerHue у меня заблокировано 27 штук по 32 доллара. Давайте посмотрим, по чем же у нас торгуется BakerHue Company. Она у нас торгуется по 31 доллару. Ну, кстати, здесь разницы нет, видите, да? Как заблокировано, так и висит. Поэтому, друзья, показал вам, какие у меня компании, что я про них думаю, что я планирую делать, да? Кстати, по заблокированным бумагам приходят дивиденды. Подводя итог, у нас получается на полчаса выпуск такой получился, да, неспешный. Я думаю, что разблокировка будет вестись в несколько этапов. Сначала снимут санкции, не знаю, в каком порядке, но когда-то снимут санкции европейцы с расчетного депозитария. Когда-то снимут санкции, либо найдут какой-то дополнительный способ разблокировки от американских санкций. Возможно, СПБ-биржа получит такие когда-нибудь эту лицензию OFAC на разблокировку бумаг, потому что у нас, в принципе, заблокировано в России столько же, сколько и там за рубежом, да? И мы переходим к третьему моменту, который уже, кстати, начал двигаться с мертвой точки. В 2023 году мне частично разблокировали бумаги на 100 тысяч рублей по каждому из счетов. То есть сейчас создается такой специальный тип счетов, на котором будет осуществляться обмен зарубежных активов, которые застряли в России, на, соответственно, российские активы, которые застряли за рубежом. И пока что для частных инвесторов правительство подготовило обмен до 100 тысяч рублей. В будущем, возможно, эту сумму увеличат, пока что в таком тестовом режиме. Но уже факт в том, что 100 тысяч рублей вернули каждому инвестору. Ну, естественно, там это не всем тоже вернули. У кого-то застряли, допустим, позиции, которые не успели рассчитать перед блокировкой. Кому-то разблокировали активы, которые уже, допустим, были проданы или не были куплены еще, но деньги ушли. Поэтому вот таким вот образом. У меня в том числе такие были. Например, мне вернулись деньги с Твиттера. Причем я выкладывал у себя в Телеграм. Было написано, что это погашение облигаций Твиттера. Потому что Твиттер, он ушел с биржи, когда его Илон Маск купил. И сейчас это вообще X называется, запрещенная тоже, заблокированная в России организация. Ну и, соответственно, эти деньги мне просто капнули на счет. Рано или поздно по текущим активам, которые есть сейчас заблокированы у инвесторов в России, по ним тоже будет осуществлен такой обмен и разблокировка бумаг. Поэтому, друзья, верим, надеемся, ждем. Самое главное, знаете, что здорово, что все вот эти бумаги, они, ну, по большей части, я так посчитал, что если все заблокированные перевести к рыночной стоимости текущей, то я буду в плюсе. Поэтому долгосрочный инвестор, он всегда зарабатывает. Вопрос лишь в том, когда будет осуществляться разблокировка, чтобы ее не осуществили со скидкой, например, по той цене, по которой была куплена бумага. А это вполне могут сделать, потому что не забывайте, в какой стране мы живем. Пишите в комментариях, друзья, был ли полезен вам выпуск, что вы думаете по этому поводу, по заблокированным бумагам, и что вы чувствуете. Вот, давайте, напишите ваши эмоции в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok